шалом дорогие друзья я хочу поблагодарить вас что вы вместе с вами во время этой конференции пусть бог наполнит ваши сердца пусть бог даст вам услышать от слова своего от сердца своего пусть из духов ваш дух будет передано его знание во имя и шо на улице сейчас месяца дар и мы отпраздновали курим о котором говорит книга эсфирь сейчас я прочитаю вам книга эсфирь где я зачитаю из 9 главы с 27 стиха об этом празднике меня иногда спрашивают что это за праздник кто его придумал и вот о нем говорит библия постановили иудеи и приняли на себя и на своих детей и на всех присоединяющихся к ним не отмена чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год и далее написано что это нельзя отменять для еврейского народа и что нужно всегда сохранять память у евреев и у их потомков об этих днях и есть такая замечательная традиция когда в последний шаббат перед перед празднованием пурима вспоминают что сделал амалик для израиля и для еврейского народа и это не то чтобы хранить знаете ли злопамятство или вот для того чтобы культивировать память о каком-то плохом народе среди евреев мы вспоминаем о том что сделал амалик для нас потому что мы вспоминаем что есть на свете зло зло которое не просто жила в каком-то народе зло которое имеет свое начало в эдемском саду зло которое пришло вместе со змеем который есть сатан и он ненавидит все божье все все что связано с его идеи с его творчеством с его замыслом он ненавидит все божье он ненавидит божий народ и имя этому злу амалик потому мы вспоминаем за неделю ли или в последний шаббат перед празднованием пурима о событиях которые происходили с нашим народом и когда он встречался с амаликом я немного об этом скажу чуть позже мы хотим помнить о существовании этого зла не для того чтобы хранить в себе какую-то злобу или чувство мести или еще что-то в этом роде но есть что то что нам нужно всегда знать пока это зло не уничтожено пока амалик жив мы должны знать о том что он никуда не делся и и он может проявить себя в любой момент к большому сожалению для нас и я сегодня буду говорить из книги эсфер из могилат эстер эта книга которая рассказывает о сражении сил и одна из этих сил сила амалика это имя зла поднебесной и вторая сила которая противостоит этой злой силе это наш бог бог который за нас заступает и спасает наши жизни хорошо могилат эстер да благословит нас господь и с божьей помощью мы сегодня разберемся кое в чем что рассказывает нам эта книга она начинается с исторического обзора и без него знаете ли никак если мы не заглянем немножечко с вами в историю не вспомним о нескольких событиях то нам будет не совсем понятно что происходило в эти дни и начинается все с того если вы откроете могилат эстер или книгу эсферина начинается все с того что мы узнаем что события происходили в дни ахашвироша или если вы читаете синодальные дни артарксеркса и он правил царством царство это включало в себя 127 областей от индии до эфиопии это очень большая территория которая включала в себя народы народы такой а-ля мини советский союз народы со своими культурами со своими религиозными взглядами со своими цветами кожи национальными традициями убранствами и так далее то есть это царство населяли очень разные этнические группы с разной культурой и в это время царь сел на царский престол что в сузах в городе престольном и что-то начинает там происходить там происходит пир я не буду его описывать просто нам важно понимать для чего он был я сейчас скажу об этом несколько слов они важны чтобы нам понимать историю сегодня мы живем в мире когда информация приходит очень быстро сегодня мы знаем что такое реклама что такое имиджевая реклама что такое информационная реклама наверное вы замечали что бывает такое что вы видите что что-то рекламируется вы не знаете что это ну какая-то картинка какой-то логотип это называется имиджевая реклама вам хотят рассказать о том что вот это существует потом вы узнаете об этом позже что это сколько стоит и где это взять но вначале вам показывают картинку которой вы привыкаете еще бывает имиджевая реклама она направлена на то чтобы поднять статус какого-то продукта какой-то организации какой-то компании какой-то миссии имидж над этим очень много работают целые институты знаете ли какой цвет какими буквами должна выглядит написано быть та или иная фраза это за это борется я знаю об этом потому что мой супруг супруг он в этом рекламном бизнесе был какое-то время и достаточно успешно и он мне рассказывал что вот эти буквы ни в коем случае нельзя помещать там в правый угол рекламы или в левой потому что потому что там огромная наука целая манипуляция знаете ли над нашим сознанием происходит и так это происходит сегодня но что было тогда в эти древние дни когда происходил этот пир это было полгода и все князья то есть все влиятельные люди они собрались на пир который длился 180 дней 180 дней все было не особо принудительно это было добровольно и легко было приглашать туда людей потому что все было поднято до такой степени на высокий уровень в это были вложены огромные средства огромные средства зачем все это происходило это было имиджевая реклама это был с это была демонстрация силы мощи великолепия и в библии так и написано давайте я прочитаю это было показывая 4 стих 1 главы великое богатство царства и отличный блеск величия свое в течение многих дней зачем для того чтобы показать силу статус но в общем это делалось для того чтобы все вельможи все князья все влиятельные люди которые представляли разные народы и государства бывшие до страны народы которые были здесь теперь они были частью частью пирси вот здесь были и представители персидского и медийского войск областей правителей областей своих сейчас я откуда прочитала конец третьего стиха все должны были после этой демонстрации вот примерно что чувствовать они должны были чувствовать вау как круто что мы часть этой этого царства как нам повезло здесь все на высшем уровне здесь все блестит мы богаты нам просто повезло что мы являемся частью частью этих 127 областей нам повезло мы гордимся что мы часть мы привержимся чего-то великого что так ярко блестит и шикарно выглядит вот что происходило там это стоило огромных средств огромных средств но зачем это сейчас происходит да все потому что во первых воцарился новый царь в третий год своего царства не он это сделал он еще не крепко стоит на ногах знаете ли и слабый царь это знаете что это очень плохо если царь слабый то есть угроза того что все что таким трудом делалось когда-то может быть рассыпано поднять поднимутся более сильные цари и они не захотят быть частью империи где не такой сильный царь это все было очень важно ведь когда-то это была вавилония и вы знаете книга упоминает что герои которые находятся здесь о которых мы сегодня будем вспоминать они в этой стране находятся я имею ввиду евреев они находятся в этой стране не по своей воле 2 глава 6 стих говорит о том что мардахей был переселен из иерусалима вместе с пленниками выведенными с их они и царем иудейским которых переселил на выхода носа царь царь вавилонский когда-то ну не так давно не так давно это было и так евреи были увидеть уведены из со своей земли сюда вавилон а теперь это уже не вавилон потому что вавилон пал и на его территории другое царство но евреи все там же все не в своей земле и они помнят на выхода носора и о нем всего лишь чуть-чуть сказано совершенно незначительно но я бы хотела напомнить об этой личности потому что это незначительное очень значительно в в той теме которую бы хотела сегодня поднять ну кроме истории кто был этот новоходоносор 2 2 царь процветающего вавилона и он увел евреев плен он увел евреев плен затем наблюдал сам бог если мы читаем пророка иеремии мы знаем что господь предупреждал об этом плении и даже были такие слова что он отдал народ в руки новоходоносора много об этом написано в пророках но вот что я бы хотела напомнить об этом человеке этот великий новоходоносор у которого есть своя религия однажды видит сон и этот сон ему объясняет даниил еврей даниил и вот то как он рассказал пророческий сон новоходоносору и еще в конце он сказал верен этот сон и точно истолкование его как бы он гарантировал своей персоны своим авторитетом своим знанием бога этот сон толкование этого сна тогда новоходоносор пал на лицо свое и поклонился даниилу я сегодня пыталась пересчитывая этот текст представить как этот великий новоходоносор 2 поклонился даниилу что это представителю народа который находится в плену у него он поклонился даниилу и велел принести дары даниилу дары благовонные курение и сказал царь даниилу истинно бог ваш есть бог богов и владыка царей открывающий тайны когда ты мог открыть эту тайну он признает еврейского бога над богами и он возвышает очень сильно даниила после этого теперь происходит еще одно событие при этом же царе он разгневался на седраха миссаха евдинага которые не кланялись как нужно было по его указу настучали на них да так вот казнить их было велено поместить в печь смертная казнь им грозило сожжение в печи их помещают в печь собравшись сатрапы наместники военачальники и советники царя усмотрели что над телами мужей этих огонь не имел силы и волосы на голове не опалены и одежды не изменились и даже запаха огня не было от них тогда новоходоносор сказал тот язычник новоходоносор сказал благословен бог этих евреев благословен бог стедраха миссаха евдинага которых который послал ангела своего потому что видели кого-то еще в печи и избавил рабов своих которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела своей огню чтобы не служить и не поклоняться иному богу кроме бога своего он почитает их подвиг и признает это снова публично происходит бога евреев и он говорит от меня дается повеление вот почему я читаю то что не написано в книге сфер ведь я сказала что из свитков эстер мы будем сегодня наполняться словом он говорит новоходоносор благословен бог и говорит евреев и говорит от меня дается повеление чтобы из всякого народа племени языка кто произнесет хулуна бога евреев бога садраха миссахи евдинага тот будет изрублен на куски и дом его обращен в развалины потому что нет иного бога который мог бы так спасать он издает указ об особом почитании еврейского бога нарушение этого указа имеет последствия смертная казнь тяжелая смертная казнь это было распространено по всей вавилонии новоходоносор царь всем народам племенам и языкам живущим по всей земле мир вам до умножится знамению чудеса которые совершил надо мной всевышний бог угодно мне возвестить вам вот такое его послание сегодня это было бы на фейсбук в инстаграмм в телеграмм в новостях сегодня знали быть таким образом об этом все но тогда знали вот таким образом и так почему я вспоминаю о новоходоносоре и так на секундочку во второй главе шестом стихе вспоминается новоходоносор потому что именно при этом человеке переселен был сюда на эту территорию морды хай что это значит а это значит что его современники также помнят новоходоносора жители той местности как минимум знают указание царя и все прекрасно помнят что с еврейским богом вот не надо с еврейским богом иметь проблемы потому что он как написано было в этом указе так как он спасает своих нет таких богов что знали жители той земли они знали что есть еврейский бог и есть евреи за которых он так заступается так спасает что даже сам царь новоходоносор удивившись этому заступничеству поклонился этому богу и запретил хоть как-нибудь плохо смотреть в его сторону в сторону бога евреев и смертная казнь случае неповиновения люди об этом помнили вот почему я хотела напомнить кем был тот самый новоходоносор при жизни которого или кем был уведен мардахей на эту землю вавилон пал вавилон пал и теперь здесь персия и вот теперь я снова возвращаюсь к тому чего начиналась книга в шушане зимней столицы персии для людей влияние я уже об этом говорила делается такой имиджевый или демонстрационный пир в котором должны быть заявлены сила величия царя и страны картинка должна быть безупречной этой рекламы все участники должны точно знать что они в супер державе у и что-то вроде того мы гордимся нашим царством у нас лучшее все у нас все лучше у нас царь лучше и у нас лучшая три точки должна была быть бы царица которая является знаете ну символом ведь она первая леди это очень просто понять сегодня все рассматривают первую леди первые леди это такая знаете ли лицо обложка того кого он сопровождает это о чем-то говорит нам всем каждому что-то свое но непременно говорит и под напившись прилично царь решил что вот настал тот день когда следует уже первой леди предстать перед влиятельными людьми потому что вот она придет и сейчас вот она символ этой персии до прекрасная царица предстанет перед всеми и все увидят насколько она красива и она тоже соответствует всей этой картинке этой державе все круто и царица тоже супер круто и сейчас она выйдет в короне так именно захотел царь так он передал есть свое пожелание и происходит большое но что-то пошло не так то ли характер ваште или остинь то ли характер ваште то ли ее происхождение поговаривают что она то ли внучка то ли кстати дочка новоходоносора может быть она никак не могла простить падение вавилонии была обижена на персию это моя версия может быть это совсем не так на самом деле может вы думаете что ах она не знает причины вы знаете при версии о причинах почему ваште не пошла на этот пир их достаточно много и они есть очень даже смешные нелепые есть например такое мнение что царь он значит послал евнухов об этом в свитках нигде не написано но кто-то там за текстами нашел такие мнения что царь решил что ей нужно предстать в ноготе без одежды перед всеми князьями так вот она почему отказалась ну не знаю какой царь захотел бы свою жену вот так вот унизить при ее короне при ее происхождении это какой-то очень нелепая мы не окажется нелепая версия но в любом случае какая бы причина ни была мы не не знаем мы знаем что дима что произошло с важного демонстрация не получилось что произошло перед всеми произошла диаметрально противоположная демонстрация слабости царя потому что если если ты не имеешь власти если твой голос не важен над царицей то как твой голос может быть важен над кем угодно если женщина в твоем доме может так тебя унизить перед всеми в общем это был политический шкандаль решать который взялся даже не сам царь он слушал советников которые решали вот такую серьезную политическую проблему ваште себе на голову собрал огромные неприятности она была изгнана от лица царя лишена царского достоинства больше ваште не является царевной царицей королевной и все активно начинают искать ей замену и заменой должна стать умная красивая которая будет представлять как бы женское лицо персии иметь вот делается кастинг и тут мы узнаем о хадасе еврейская девушках попадает на этот кастинг двоюродная или троюродная сестра мардахея которую он взял на воспитание потому что она осиротела но как бы он и дядей стал и она попадает на этот кастинг и сейчас я хотела бы вспомнить еще одну историю из библии которая нам объясняет кое-что а именно почему хадасе заменили имя некоторые говорят что эстер это от слова сокрытое да есть общие буквы в этих словах но на самом деле имя эстер оно появляется или происходит от имени месопотамского божества богини и штар астарта и штар стар звезда это связано с богини или с планетой венера с в общем это языческое имя которое связано с языческим божеством и это распространенное имя в языческом мире именно такое имя незаметное незаметное в том смысле она прячет еврейское происхождение хадасы от класс окружающий от глаз двора и зачем это нужно было посмотрите посмотрите царь не является антисемитом царь не является вообще каким-то националистом он такой во первых он над 120 семью с областями и ну разными народностями сейчас является царем и когда ему ищут ищут жену нету условий например я хочу чтобы она была вавилонянка или вот хорошо чтобы она была там из африки или из индии или еще откуда-то нету этого условия она должна быть красивой она должна быть умной она должна представлять персию вот как бы это понятно и такую ему ищут не он сам ищет заметьте ему приводили женщин зачем же они меняют имя нужно понимать что дело не в том как выглядел царь или как выглядело политическое настроение того времени нужно понимать что евреи кое-что знали они знали о том зле которые существуют в поднебесной что это зло в любой момент знаете в любой нужный для него момент непременно активизируется и сделают свою работу и этому злу имя амалик и я уже говорила что мы перед пуримом мы вспоминаем об этом зле для того чтобы мы и наши потомки не забывали его существование потому что если мы однажды о нем забудем мы сможем снова стать жертвами амалика и так когда я готовилась и вспоминала об амалики я вспомнила одну поговорку которую неоднократно говорил мой папа мы копим всегда чтобы иметь чем расплатиться за свою жизнь в определенный день это поговорка советских евреев это не поговорка остинь или не поговорка извините эстер это не поговорка моисея это поговорка людей совсем недавнего прошлого мы всегда копим чтобы иметь чем расплатиться за свою жизнь в определенный день и стой амалик он 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 научил научил евреев знать об этом что такое всегда может произойти антисемитская история гонение еврейского народа она всегда повторялась и доказывала что вот так это зло работает и евреи знают свою историю она все время параллельно развивалась с историей антисемитизма посмотрите на амалика амалик когда услышал что евреи вышли из египта он собрался против них войной он собрал войско и посмотрите евреи не шли через его землю они не просили у него там остановиться выпить его воду или еще что-то он услышал о том как они идут по какой земле и пришел туда сразиться с ними с войной пришли амаликитяне и воевали с израиль с израильтянами в рефидиме маши сказал ешуа бы ну ну возьми нам уже сильных и пойди сразись с амаликом а я завтра стану на вершине холма и жезл будет в руке моей в общем что происходило маши смотрел с горы на сражение и пока он держал руку с руки простерты над сражением евреи брали вверх когда он уставал и руки опускались амалик начинал побеждать евреев и тогда принесли камень чтобы помочь ему но ослабевший сел на этот камень и руки начали поддерживать поддерживать ему арон и ор они поддерживали руки с одной с другой стороны и были руки его подняты до захождения солнца и ешуа бы нун положил амалика и народ его остаем меча и вот что говорит господь смотрите как в этом присутствует бог он говорит маше господь за напиши это для памяти в книгу и внуши и шо что совершенно изглажу я память амалика из поднебесной бог дает клятвенное обещание что почему этот народ почему не другой ну много сражений у евреев было разных но только об этом бог говорит что его имя будет стерто с поднебесной мы знаем знаете что такое поднебесная ведь странно да потому что амалик он как бы вот он на земле на конкретной земле сражался но мы знаем что поднебесная и новом завете мы вспоминаем что есть такие строки которые говорится говорят о зле который живет в поднебесной князь мира сего господствующий воздухе злые под не злые духи поднебесной у к указание идет на том что на на то что это духовное зло и вот как нам его распознавать это духовное зло знаете есть признаки амалика признаки амалика во первых во первых это какая-то такая беспричинная ненависть у которой нет рационального объяснения сейчас объясню как это выглядит если кто-то кого-то например предал или очень сильно оскорбил или совершил какой-то болезненный травмирующий поступок в адрес кого-то то тот как бы имеет юридическое основание для ненависти хотя и мы с вами знаем что есть еще такое такое понятие как прощение и на самом деле человеку нужно жить в прощении хотя бы для самого себя потому что это здоровье жить в ненависти это не здоровье даже если есть действительно причина для ненависти но мы тогда говорим я ненавижу потому что он сделал это или я ненавижу потому что он меня предал или мне нанесли огромную боль или травму эта причина она хотя бы объяснимо но вот когда речь идет об амалике речь идет о ненависти к евреям у которых на самом деле рациональной причины нет обычно антисемитизм или люди страдающие считаю что это болезнь это страшная болезнь люди страдающие антисемитизмом они хотят его каким-то образом объяснить ну они хотят как бы дать основу или такое юридическое основание своей ненависти и и и вы знаете придумывается как-то так я бы сказала за уши притаскивается причина ну например меня обокрал один еврей поэтому я ненавижу всех всех вот всех жидов и и там и и вообще они христа продали и поэтому и ну и и у этого всего совершенно безумная какая-то историческая якобы якобы причина но когда будет речь о другом человеке из другого народа который тоже совершил зло мы будем такой человек говорит я его ненавижу потому что он меня обидел но нету связи с народом нету связи или ненависти которая передается на весь народ еще есть то что отличает амалика это способность платить цену за достижение цели цели уничтожать неадекватную необъяснимую цену ради уничтожения евреев я хочу я сегодня искал эту цитату и знаете почитаю не нашла ее нигде в интернете это даже меня удивило видео есть а вот свободный перевод в общем гитлер смотрите что сказал гитлер почему эти слова привожу в пример потому что у этих слов если вы будете внимательны в это сейчас услышите есть религиозная причина духовная причина я так скажу он говорил провидение меня послала то человек верит в какую-то высшую силу которая его зачем-то куда-то послала для того чтобы я был великим освободителем всего человечества я освобождаю человечество от этого фальшивого взгляда который называется мораль и совесть 10 заповедь заповеди потеряли свою сущность а совесть это еврейская выдумка это рок и тяжелый грех который они наложили на человечество который наложила на людей христианство и коммунизм дети евреев ну то есть по сути за всем стоят евреи которые дали ужасное бремя человечеству совесть заповеди мораль и поэтому он считает что великий считал что его послали высшие силы вот стать великим освободителем для людей и по сути за этим стоит сатан потому что это абсолютно духовная причина это она не рациональная какая-то да она духовная какую цену он платил просто для того чтобы уничтожить евреев он готов был пойти войной на страны только для того чтобы уничтожить евреев его цель была евреи то что то чем он был движим это убивать или решать еврейский вопрос убивать евреев это была основная его сила проведение послала меня чтобы я стал великим освободителем всего человечества и так не рациональная ненависть а также готовность платить большую цену за убиение еврейского народа это амалик это его кровь это его дух это тот самый которого ненавидит бог это тот самый кто действует в поднебесной и это тот самый чье имя будет в конечном итоге стерта за этим проследить сам бог потому что он обещал это и евреи они знают об этом они знают об амалике и так причина сокрытия имени хадаса была в том что амалик пока жив они об этом знают они живут не в своей земле среди идолопоклонников и язычников то есть расслабляться не стоит и они были совершенно правы потому что потомок амалика аман о нем мы узнаем из могилла тестер восседает на седалище выше всех князей ахашвироша артаксерс ахашвироша это 3 глава 3 4 стих указывает что он воссел выше всех князей и и он начинает требовать поклонения себе и с царского разрешения он согласовал это с ахашвирош и махашвирош не против тут и великий почему бы нет и ему все начинают поклоняться но тут мардахей еврей отказывается это дело и возможно аман бы этого не заметил возможно бы аман этого не заметил но в третьей голове мы узнаем о таких знаете добросовестных как бы в кавычках до советских гражданах персидско советских гражданах они донесли на него а что мы читаем они говорят служащие при царе которые у царских ворот они говорили мардахею ты зачем приступаешь повеление царское они ему говорили каждый день и он их не слушал и они донесли аману чтобы посмотреть устоит ли он слове своем ибо он сообщил им что он иудеянин то есть он говорит о своем происхождении уже здесь если когда хадасу отправляли на кастинг ее имя скрыли еврейское происхождение скрыли то теперь он открывает кто он и аман увидел что мардахей не кланяется и он исполнился гнева теперь смотрите что ему доносят ему доносят кто этот человек и вот тут интересно происходит он он начинает настолько вот в нем начинает подниматься его вот эта кровь амалика что он теперь его раздражает не просто сам мардахей как вот человек который паразит как вот да вот ему кажется вот вот там раздражает меня вот не слушается моего указа пойду-ка я ему там придумаю какую-то казнь не знаю нет 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 здесь именно евреи опять эти евреи показалось ему ничтожным и ложить руку на одного мардахея но так так как сказали ему из какого народа мардахей то задумал аман истребить всех которые были в царстве ахашвироша и он они тут называется евреи называется тут народ мардахеев короче мардахеевский народ есть мардахеевский народ и вот начинается вот эта погоня или решение еврейского вопроса в то время и он бросает жребий я кратко повторяю историю pur отсюда purim он бросает жребий жребий выбирает день для казни и аман начинает свой план он рассказывает ахашвирошу и вот здесь тоже знаете я слышала что я слышала что как бы для ахашвироша все равно было какой народ ему все равно был контакт так как он я уже это говорила не антисемит и он и такое как бы общенациональный общенародный но по какой-то причине смотрите аман он артарксерксу говорит что есть вот один народ который разбросанный рассеянный между народами то есть без своей земли да по всем областям царство своего и законы их отличные законы всех народов то есть он эксклюзивный он вообще другой и он не имеет свой земли такой знаете народ мардахеевский народ космополит такой угроза империи и законов царя не выполняет и царю не следует оставлять их так и вот при всем том что он их вот так описывает он не называет что они евреи помните я уже сказала что тут народец помнил что было какой указ был при новохода носоре и кое-что о боге евреев знали и соответственно и евреях знали ну позже я прочитаю еще один текст мне кажется что он очень ярко все-таки поддерживает эту идею что по поводу евреев все-таки осторожничали люди я напомню об этой фразе которая сейчас сказала чуть чуть позже тоже прочитаю текст и так от если бы ахашвирошу было все равно почему и бы ему не сказать вот есть тут евреи и вот они такие сики рассказывается насколько народ опасен но не говорится кто они я считаю что вот причина она накроется в том что это могло бы остановить ахашвироша так для того чтобы его взять у него все-таки разрешение на уничтожение евреев аман этот момент утаивает кто о каком конкретно народе ведется речь и так смотрите события как потом происходит есть указ царские указы уже не пересматриваются есть указ и евреи будут уничтожены известен день известно все и происходит этот такой эпичный разговор мардахея с его воспитанницей хадасой он говорит ей о том что пришло время не для сего ли времени ты достигла царского достоинства то есть тебе пора применить свою власть свои царские одежды для того чтобы заступиться за евреев сложный разговор сложная история она боится идти к царю потому что если попадет в немилость с ней может произойти то же самое что и произошло с ваште поэтому она просит всех евреев поститься и молиться и доверяясь воле божьей и защите божья она приходит к царю она получает его расположение и вместо того чтобы сразу знаете с разбега как бы сказать вот он к ней расположен говорит проси хоть под пол царства что хочешь она могла бы сказать защите евреев вот хотят убить евреев она избегает этого потому что скорее всего не чувствует контроля над ситуацией или чувствует угрозу что это может не послужить в защиту что это может быть аман как-то это переиграет она просит прийти на ею устроенный пир царя вместе с аманом и вы знаете это странно когда женщина давно не видела своего мужа приходит получить от него милость вместо того чтобы его пригласить к себе на пир она приглашает его с аманом они приходят и она говорит а приди еще раз после того как он сказал проси что хочет когда приди еще раз опять сама нам это очень странно и это возможно посеяла недоверие возможно как-то насторожила уже царя возможно какой-то какую-то ревность потому что что он тут 3 делает вообще подумайте как это выглядело что он тут 3 делает эсфирь вот таким образом показала свое желание это описано уже в пятой главе тогда аман он в тот день вышел веселый такой радостный что у них не его особо почти ли он пришел домой начал рассказывать своей жене друзьям какой он великий как он только он присутствовал на семейном вечере астин с ахашвыроша и но говорит вот все хорошо но мардахеи евреи не дают покоя помните я говорила ненависть беспричинно его ничего не успокаивал ты уже все имеешь что ты хочешь успокойся он хочет их уничтожить и жена его а зереш она говорит слушай ну уже приду возьми там дерево придумать это его повесишь успокойся ему это понравилось очень совет зереш он уже выбрал даже это дерево все ему понравилось и но вот что происходит дальше в ту ночь господь отнимает сон у царя и мы видим господь отнимать не просто там у него бессонница была у него началось беспокойство вот эти вот два странных визита таких семейных ужина с третьим лишним вот этим знаете каким-то очень странным что-то у него какое-то беспокойство он он ищет он он в поиске ответа в своем разуме и он просит принести ему памятную книгу и его зачитывают тут он вспоминает бардахея что мардахей он крутой потому что благодаря ему там однажды читайте книгу читайте произошло очень важное событие бардахей он герой его надо было как-то наградить но но не наградили ну в общем царь хочет исправить эту ситуацию не об этом я хотела это очень интересные исторические моменты но происходит встреча происходит вот эта вторая встреча когда пришел аман с аманом пировать у эсфири и теперь он уже спрашивает снова какое твое желание и вот здесь эсфирь говорит о том что она обращается как женщина которая просит лично для себя заступничество и она говорит ну в общем то твою жену царицу хотят убить и она указывает на амана который хочет уничтожить ее и ее народ и тут царь в смятении потому что это все очень неожиданно и вот он оставляет знаете он оставляет их двоих и почему-то уходит я не знаю наверное он не мог справиться с эмоциями наверное это все упало ему на голову как как огромный какой-то груз и он вообще не понимал как реагировать вот они сидят втроем жутко неудобная такая вообще не комильфо ситуация сидит тот которого он возвысил над всеми князьями кому бесконечно доверял кому сам дал этот указ он понимает что и манипулировали что его использовали теперь он видит что его жена она из этого народа и что теперь делать вообще он выходит какое-то время он находится вне этого помещения что там происходит сама нам он начинает как бы приближаться слишком незаконно близко к эсфирь и просить у нее милости он он как бы припавший к ложе был на котором находилась эсфири и и это была невозможная близость он понял оман что конец его приблизился и в общем все и вдруг вот в этот момент царь входит в комнату он видит эту безобразную сцену и он и он расценивает что аман хочет изнасиловать его жену откуда такие мысли скорее всего вот это тип ну это предположение наверное вот эти мысли почему он третий ранние которые поднимали в нем сомнения ли какую-то возможно ревность вот они сейчас дали результат но он увидел что тот хочет изнасиловать царицу хотя мы понимаем что даже было абсолютно невозможно да так думать этого не могло там быть в общем конец амана решен после этого но я помните хотела вам сказать об одном кусочке об тексте здесь в шестой главе когда одну минуту в шестой главе в тринадцатом стихе когда жалуется опять своей жене когда жалуется аман на проблемы которые у него возникли он он же как бы хотел с мардахеем все решить а там история повернулась другую сторону мардахея вместо него наградили все это было ужасно унизительно для него он мучился и он рассказал аман историю зереши своей жене и всем друзьям своим все что случилось с ним то вот слова послушайте внимательно сказали мудрецы его и зереш жена его сказали вот эти слова если из племени иудеев мардахей то есть если мардахей с которым у тебя все это происходит евреи из-за которого ты начал падать то не переселишь ты его и скорее всего пойдешь перед ним причем здесь вот эти мудрецы а потому что сильно уж они веровали в звезды их религия это читать небо судьбу знаете ли там гадать астрология и прочее помните я говорил о том что народы знали о евреях но другими словами сказали эти волхвователи эти чтецы небо и судьбы по звездам они сказали что если твоя звезда сражается со звездой еврея то ты падешь здесь скорее всего зереш раньше не знала что мардахей а еврей а теперь она уже узнала и она говорит если тут с которым ты встал в состязание евреи то ты падешь и и он падает его казнят на том самом дереве которое было приготовлено для мардахея и евреев что происходит дальше когда гнев царя утих а он сразу же утих после того как повесили амана история не заканчивается потому что ходаса она понимает что народ то в опасности потому что все антисемиты они будут выполнять разосланный указ об их убиении и что им делать и она продолжает ходатайство теперь не только аман повешен она продолжает ходатайство о том чтобы не только наказать виновного но и защитить евреев они находят решение сдают второй указ и дают право разрешение и разрешение евреям защищаться и во всякой области и во всяком городе во всяком месте куда только доходило повеление царя и указ его была радость и у иудеев и веселье и пиршество и праздничный день им разрешили защищаться и многие из народов страны сделались иудеями потому что напал на них страх люди знали люди знали что не надо играть с замыслом божьим не надо противиться богу евреев люди той земли об этом знали когда они они вот эти мудрые когда они увидели что происходит аки стали иудеями они приняли еврейскую веру еврейского бога они не захотели становиться против бога евреев эта книга свитки стр она рассказывает о противостоянии сил божьего и дьявольского и как это происходит мы видим на история еврейского народа еврейский народ всегда во все времена как бы наглядное пособие божьей истории и я хочу вернуться к словам зереши которая знала что если тот с которым ты начал бороться он еврей то ты падешь у нее было было знаете ли особое знание которую я бы назвала сегодня мудростью и я бы эти слова повторила сегодня для каждого ты можешь понимать можешь не понимать понимать конечно лучше это всегда легче но есть то что как факт существует это зло антисемитизм это зло которое направлено против божьего замысла когда человек становится другом знаете амалика антисемитом фактически он становится тем кто сражается не против еврея не против еврейского народа он сражается против бога и его замысла и как бы таким людям или таким народом не казалось что у этого есть юридическое основание рациональное объяснение как бы не стелили они или не переписывали историю это не сыграет в духовном мире никакой роли зло оно остается злом амалик остается амаликом и имя его будет непримерно стерто с поднебесной потому что сам господь сказал это а все что изрекли его слова совершиться непременно и поэтому мы радуемся сегодня что бог он неизменный что он настолько сильный что он заступается и спасает своих об этом знают другие народы и он знаете не меняется это великая надежда и радости верой когда мы сегодня или вчера уже праздновали праздновали пурим мы вспоминаем о том что бог заступается за своих и пока другие люди они думают где им к какой стороне быть я знаете хочу сказать вы не думайте долго вы бегите под руку божью станьте своим богу станьте своим народом для бога и и все это просто зачем противостоять богу противостоянием еврейскому народу ведь ему это не нравится если это не нравится ему то благословлять он такие действия не будет но вот каким благословит кто благословит авраама кто благословит потомков авраама благословен будет во имя и шо я благословляю вас помните как нам сказано чтобы мы вспоминали о том как амалик выходит против народа божьего чтобы мы вспоминали что это зло они просто какая-то месяца какой-то поступок что это зло которое живет в поднебесной и все время пытается поместиться в чем-то сердце пытается поместиться в каком-то народе то вспоминая об этом нам нужно помнить не становимся нам нельзя становиться его сторонником потому что мы становимся врагами богу будьте благословенны пусть это слово раскроет вас жизнь и радость от того что вы находитесь под мощной рукой бога который всегда за вас всегда за вас потому что бог за вас